Уникальный сегодня день в Тамбовской области. Мы рады вас всем, кто здесь находится, кто с нами на прямой трансляции. Мы всех приветствуем на региональном чемпионате Абилимпикс 2024. В этом году российскому движению Абилимпикс исполняется 10 лет, а региональному чемпионату 9. За эти годы он стал не просто соревнованием, а востребованной профессиональной площадкой. Чемпионат дает возможность для старта в карьере и самореализации ребятам, чьи возможности безграничны. Если вспомнить 2016 год, когда мы начинали, это было 5 компетенций всего-навсего и 45 его участников. То теперь, конечно, у нас география очень разрослась, и не только география, но и количество площадок, на которые мы проводим чемпионат. Это и увеличилось число категорий, которые задействованы в проведении чемпионата. Абилимпикс по количеству участников не уступает движению молодые профессионалы. В этом году в чемпионате участвуют 108 студентов среднего и высшего профобразования и 45 школьников от 14 лет. Среди них Павел Зыков. Он впервые принимает участие в таком чемпионате. В компетенции «Малярное дело» Павлу нужно хорошо выполнить конкурсную работу за полтора часа. Надо терпение и тошность. У тебя есть такие качества? Есть. Соревнования этого года проходят по 27 компетенциям. Профиль «Мебельщик» – одна из самых первых дисциплин чемпионата. Здесь перед конкурсантами стоят серьёзные задачи. За 4 часа необходимо сделать чайный столик. Работают разными инструментами – и электрическими, и ручными. Критерии у нас очень жёсткие. Соответствие чертежу, соответствие размерам. То есть даже если мы ошибаемся на 2 мм, оценка по нулям. То есть зазоры, то есть это соединение качества отделки, то есть шлифовка. Ну и финишная отделка у нас является покраска, морилка. Всё это оценивается, критерий оценивания в сумме составляет 100 баллов. Победители регионального этапа смогут принять участие в национальном чемпионате «Обилимпикс», который традиционно пройдёт в Москве в октябре этого года. Отметим, ребята из Тамбовской области 8 раз выходили в финал и 4-жды становились победителями. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова